вот опять у нас ремонт жакета связанный с тем что мы будем с вами менять подкладку вот теперь раскрываем ее и смотрим что же тут случилось вылезла снизу разошлась в районе талии бедра слава богу здесь производитель не сделал шва поэтому здесь не разошлось вообще смотрите когда вещь покупаете если видите шов по подкладке по среднему шву готовьтесь к тому что разойдется особенно если это мужчины и особенно если это любители такой активного активной жизни скажем так или любители зарядку поделать в пиджаках что еще смотреть видите по рукаву разошлось нигде здесь пройме не разошлось здесь тоже самое разошлось только там где застрочена часть среднего шва ты даже так натягивала и смотрела что как раз именно в этом месте может быть тут не совсем как-то четко подкроенная но для меня это большой знак потом как мне подкраивать эту подкладку значит что мы сейчас сделаем я уже думала может быть рукава не стоит менять там эти оставить но это я должна найти точно такую же подкладку а это такое счастье в жизни редко бывает скажем так поэтому я думаю что даже тут знаете сейчас стою и смотрю может можно вот эту вот закрепку убрать да вот эту часть тогда у меня будет возможность что-то вот здесь по боковому выпустить по что клиенту все равно буду я менять подкладку влиять что-то тут такое сделаю что здесь не будет вот этих вот разошедшихся швов то есть ему принципе все равно чего-то как что ну хорошо могу я это сделать но здесь я могу выпустить а здесь всего получается сантиметра полтора внизу но смотрите какая ситуация здесь будет вот здесь не надо будет его чуть под выпустить за счет возможно даже вот этого шов чека так ну хорошо давайте тогда подумаем ну допустим не будем выпарывать подкладку что мы можем сделать то что вот этот вот средний шов который здесь был может быть даже с помощью него можно все по выпускать и не надо полностью менять подкладку первых клиенту это будет дешевле уж меды и ткань купить и потом ну это приличная такая цена смене подкладки так что же что же будем делать здесь разошлось здесь поэтому что нигде ничего и еще одна беда первое последнее то вот эти вот на рукавах это плечевой шов видите он по расходилась если я вот здесь чуть-чуть выпущен или знаете даже как до перестрачивать вот эту вот вы и бурсаму или куда-то и другое место ставит может повыше как-то и поставить так что я смогу сделать ну например вот здесь я смотрю что только сам рукав вылез а сама строчка по той сама ткань по полочке по спинке не пострадала только часть рукава давайте-ка попробуем в данном случае по что у нас есть видео ремонта где мы полностью будем менять ну вот давайте попробуем хотя бы тогда сейчас в данном случае вот это распороть здесь у нас будет в итоге складочка а здесь тоже будет складочка я вот это распорю заново перестрочу вот эту лэбу ну естественно вам все покажу или как я буду поступать с вот этим да так ну все таки давайте попробуем не полностью выпарывать эту подкладку попробуем вот эти вот места чего-то с ними сделать покажу как и пускай наш клиент поносит если это в дальнейшем не поможет то тогда конечно будем менять подкладку вот ну конечно все покажу расскажу вот я вывернула два рукава наизнанку смотрите какая ситуация находим где же тот самый шовчик через который мы будем заряжать залезать его внутрь видите вот он застроченный сейчас на его распорим и будем что делать и залезем сюда вниз сейчас распорю и с изнанки вам покажу как выглядит это изделие смотрите вот этого я бы я отпорола ее суда я вам очень не рекомендую ставить обратно потому что она будет торчать тут неудобно некомфортно если клиенту очень нужна эта лейба ее лучше поставить куда-нибудь там сбоку там да хотите но уже сюда нельзя просто здесь будет та самая раскрытая складка которая даст возможность потом дальнейшем вот так вот не расходиться подкладки вообще основная проблема здесь расхождение этой подкладки потому что верхняя часть трикотаж растяжимый хороший а нижняя подкладка смотрите она нерастяжимая вот и все то есть когда вы например шьете на заказе вам крайне рекомендую но хоть чуть-чуть стрейчевую подкладку ставить если вас очень стрейчевая верхняя ткань потому что все равно она будет больше растягиваться чем это ну либо прибавки там побольше делайте так еще раз просматриваем что где нам нужно убрать мы сейчас полностью будем убирать вот эту строчку по среднему шву помните я вам рассказывала что когда есть складка тогда вот тут дырок по среднему шву не будет ну вот этих когда средний шов застрачивают делают эту складку внутри делают из двух частей вот эту подкладку тогда получается настоящие дырки вот лучше чтобы она была вот такая вот как цельная складочка не состроченная внутри так что мы теперь еще раз просмотрели средний шоу будем убирать вот эту вот строчки вот эти вот все и по чуть-чуть зашивать вот эти вот все строчки так ну и вот эти наши плечевые где в точен руках вот я распорола и сейчас мы будем весь жакет выворачивать через вот эту дырочку я специально это решила время потратить чтобы вместе с вами это все вывернуть пускай будет подольше видео не 10 минут как у многих раз 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 в общем пока так и аккуратно аккуратно вот так вот выворачиваем руку пожалуйста аккуратно выворачиваете дырочка на самом деле чуть меньше чем она должна быть сильно не тяните вот весь к стрикотаж кстати говоря продублирован хорошим стрейчевым дублерином в общем выворачиваем полностью вот я уже распорола вот этот шовчик вот смотрите видите насколько растягивается туда трикотажная верхняя конюшка вот эту часть снизу где подгиб низа до подраспорола и увидела вот еще такую картину маслом видите подшивка вся ушла по низу но а мы сейчас оставим ее и будем присоединять только за ну полностью не будем вот так вот при ну подшивать вручную а будем припуск припуску это тоже иногда дает ну хороший результат сейчас придерживаться это просто проверяю что здесь принципе можно это вот тут надо будет смотреть тут надо должны быть швы за утюжку или в раз утюжку как они вот сейчас лежат видимо тут все не в раз утюжку значит будем делать вот так ну то сейчас к этому придем а перед тем как завершать строчку не за а мы с вами должны убрать вот эти дырки по боковым то есть я тут смотрю что конечно видимо вещь была очень очень любимая и многократно стирали вон она вся полезна конечно есть хорошие производители которые себя очень уважают они все-таки обметывают швы на подкладке потому что но это совершенно не дело посмотрите вы что она превратилась я конечно понимаю и с другой стороны быстрее новую вещь человек купит ну как бы зачем же что что я еще хотел показать вот это вообще полное безобразие поставить подплечники просто из поролона не обтянутые в общем все как смогу что смогу я тут поделаю смотрите мне надо отпороть вот это это подплечник плечо да лишь надо на рукаве пройма с плечом где-то состроченная да вот в этом районе нужно вот эту вот семечку вот эту подпороть которая удерживает чтобы мы могли с вами спокойно заходить в наш жакетик руками чтобы он никуда там не смещался что одели и пошли то есть вот эти вот ограничители они должны быть без ограничители это не самый лучший вариант они должны быть и подмышкой и тут в районе плечевого шва так и что мы сейчас с вами будем будем пытаться чуть-чуть под застрочить значит тут я сейчас под распарю вот это вот где она еще более менее держится то есть от вот этого места до вот этого и вот этот кусочек припуска додвину туда так и наколю булавочками буду сейчас прострачивать так это касательно рукавов и плеча и здесь сейчас дополнительно просмотрю где тут еще расходится видите тут тоже буду подпарывать чтобы хоть как-то додвинуть в общем надеюсь что раз на на 10 носки хватит этих всех ушивов перешива время на подкладке а если опять начнутся дырки то надо будет полностью менять подкладку полностью полностью перед тем как я буду их сострачивать я вам крайне рекомендую вот эту всю помятость видите она помята она и вон все вытрепано приутюжить чтоб легче было потом сострачивать швы утюг смотрите на кусочки где-то два с половиной миллиметра 2 с половиной градуса если у вас такой же как у меня например вот чуть-чуть приутюживаем вот теперь тут уже легче будет заутюжить все таки я принимаю решение потом после того когда я прострочу вот так все шовчики а те которые мне будут доступны их обметать на верлоке что потом в дальнейшем скажем так не менять подкладку на этом жакете я думаю что можно будет спасти его таким образом оставить здесь подкладку подкладка здесь хорошая вискозная поэтому сейчас мы ее правильно просто обработаем все еще видите вот так вот вот эту лохматость все зовут просто приутюживаю потому что крайне сложно потом будет прострочить если сразу в это не приутюжить и нитик на миллиметр строчка где-то осталось вот так вот здесь я сейчас тут буду проходиться на миллиметр дальше потом в итоге здесь все швы будут потом обязательно в заутюжку так и вот так все шовчики в том числе вот это средний шоу мы сейчас положим на колодку и его приутюжим чтобы не было вот этих вот проколов видно может сейчас и без колодки попробую смотрю что хорошо можно подлезть и вот этот шовчик теперь сюда заутюживаю так да будем обязательно отмотывать все вот эти прямые рельефы в том числе и рукава лучше вот это такую все это при облетаем на веролоке даже подбор тоже место где мы притащим вот это подбор где подкладка к основному изделию притачивается здесь и так на всякий случай надо ли не надо тут тоже кстати говорили эти вот сейчас разойдется буквально такое резкое движение все но все слетел так шовчики 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 4 лельефиком ну сейчас все таки на колодке это будем делать вот здесь вот это воротник вот они так и вот смотрите что вы тут надо по нам сделать мне надо и эти проколы убрать от строчки и вот эту просто эту со страчивать нам нельзя я сейчас буду так мочить квачиком и убирать вот эти вот следы конечно лучше всего они уйдут после того когда мы или наша клиентка постирает эту вещь я конечно что-то смогу сейчас сделать но окончательно они по уходят только после стирки так подлазим можно приутюживать эту складочку естественно а столько дальше я ее уберу совершенно еще раз мочим уже все видите все меньше и меньше и меньше и меньше видно давайте третий раз все так даже побольше сделаю вот такое движение честно на вообще не будет их видно этих всех проколов так даже здесь за утюжилась но сейчас я ее разутюжим намачиваю взбиваем будет хорошо и клиентке будет приятно ну то же самое делаем с этими и третий раз давайте тоже намочим нужно дальше тут чуть-чуть поприутюживать раз начали утюжить вот утюжим будем же мы кусками утюжить ну там еще где-то мы еще можем этот кусочек мы тоже потом будем утюжить так ну и начинаем скалывать все вот это вот так по той стороне по которой мы будем строчить смотрим чтобы и там у нас было за что хватать и с этой стороны манипулируем тут миллиметрами со страчиваем будем отметывать вот так вот накололи все четыре шевчика параллельно низу единственное манипулируйте там вот тут больше можно например отдать подкладки до выпустить а здесь чуть больше забрать чтобы хоть как-то могли скомпенсировать потому что шов на спинке он который мы распустили он не все может нам отдать так ставим ну желательно здесь идти без закрепок если мы идем как бы как переход шва намотали два с половиной миллиметрик стежок и начали строчить под натяжение еще раз усиливаем шовчик и до конца его со страчиваем то есть тут строчка строчку где все хорошо не надо ничего забирать на подкладке а вот здесь чуть-чуть пониже надо хотя бы эти два три миллиметрик а вы отдадите это будет очень хорошо мне все-таки надеюсь что вот эта складочка она для нас чуть-чуть закрепка внизу этого предостаточно обрезаем сразу же ниточки внизу вверху мы тут переход хороший сделали сантиметров 15 дошла убираем ниточки в мусорник просматриваем даже хорошо великолепно тут даже чуть 2 миллиметрика даже смогли выпустить видите на другой стороне великолепно теперь выбираем вот эти вот булавочки вот таким образом мы прострачиваем все с вами шовчики вот здесь где надо а вот тут например шевчик вот чуть-чуть и он вылезет вот буквально легкое движение тут надо хотя бы на миллиметре к 2 сейчас прострочить в общем корректируем таким образом абсолютно все швы и я сейчас отдельно еще покажу как я буду делать на на рукаве где плечо начинаем всегда да помните поднатягиваем два стежка делаем можно отпустить но мы не отпускаем потому что ну переставляем руки то что нам нужно тянуть иначе будут не отработанные швы сильно сильно стянуты начинаете тянуть иголочка внутри тут надо коррекцию сразу же делать сразу же плавно съезжать на 2 миллиметра вбок даже вот так даже если вы без закрепки это вот таким образом сделаете тоже будет хорошо ну вот хотя бы вот так чуть-чуть тут на 2 миллиметра под забрали ничего страшного но это мы сейчас будем отмотывать на верлоке и вот это все лишнее по срезаем так ну и так далее остальные шовчики вот таким вот образом накалываем наш рукав в пройму здесь конечно производитель сделал одну строчку но цепным стежком очень прочный на самом деле цепной стежок если только его где-то не поддеть и не станет не начинает распарывать ну тоже начинаем с перехода где-то по 5 по 10 сантиметров хотите можно еще раз прострочить по кругу чтобы еще прочнее было пройма потому что все таки конечно пройма должна быть прострочена двумя строчками хотя на подкладке не обязательно а на основном изделие там обязательно должно быть две строчки подкладки конечно может быть одна так берем держим натягиваем давайте все таки легкую закрепочку сделаем здесь внимательно будем смотреть что тут да как тут тоже чуть под растягиваем видите я как выправила сюда вверх ближе к плечу вот эту вот подкладку чтобы ее просто скорректировать растягиваете все равно конечно на машинке с цепным стежком не сделаешь закрепку видите по переходы можно сделать давайте по кругу проедемся прочнее а вещь может долго-долго прожить после нашего ремонта так лишние нитки какие-то мы видим особенно те которые после нас остаются обрезаем и по кругу таким вот образом смотрите что вы случайно чего-то лишнего не застричили чего-то застричит и по кругу по кругу точно такую же процедуру мы с вами делаем и на втором рукаве а дальше начнем присоединять обметывать все срезы нам доступны и присоединить подкладку к основному изделию так начинаем с того что перезаправляем нитки обрезаем их вот здесь меняем у нас их должно быть четыре штуки в приоритете гордак первые две нитки обязательно надо будет так вам ставить теперь связываем вот таким вот образом запуталась не ладно связываем в общем ниточки делаем так называемую петелечку для лучшего протаскивания теперь начинаем с того что мы дергаем за вот эту ниточку за 2 протянули обрезали обрезали у уголок подняли лапку и протянули вторым если что помогли вот здесь через вот эти вот катушки пройти дур так обычно очень мягко проходит остальные нитки как-то берем пинцет заправляем делаем холостой ход обычно туда наверх ставим так и все доступные нам швы будьте добры обметайте конечно лучше было бы заново шить заново поставить подкладку но это мы будем делать другом жакете очень пошагово четко а здесь чтоб не так дорого было нашему клиенту мы просто ушиваем дырки лишнее махра вся по уходит это я на 07 на верлоке будьте крайне внимательно чтобы случайно вот там под низом у вас ничего не подлезло крайне крайне важно ну естественно обрезаем под корень здесь мы ничего заправлять не будем здесь ничего страшного не будет вот так все вот эти вот перпендикулярные швы к низу то есть рельефы так ну и желательно окат рукава и рукава вот этот вот передний задний шоу в обязательном порядке сейчас вам просто забегу вперед обметаю пройму потому что все равно я тут буду подходить так что я к ней все равно не подойду на остальных швах вообще пройма конечно потом обмотывается в основном изделие но у нас тут будем обметывать там где есть возможность и по кругу вот так обметываем потому что она тоже очень сыпучая в общем мы сейчас все обметаем кроме на плечевого главное чтобы он тоже не высыпался кстати здесь вот надо будет строчку сделать видите он еще чуть-чуть и начнет расходиться так по кругу по кругу по кругу все вот это безобразие срежем что там с нитками все в порядке там пытался танцевать из катушек вот здесь естественном верлочный шов завершим с переходом вот кусочек уже какое будет замечательное изделие после этого когда мы обметаем так что вот так смотрите если вы жакеты потом планируете стирать обязательно обметываете все срезы на подкладке потому что вас будут ждать такая же самая история не очень хорошая хотите оставите вот этот кусочек нитки хотите вправлять лучше конечно вправе и вот таким образом все 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 будем обметывать в том числе и наш подборт вот он потому что здесь он смотрите что происходит тоже он начинает осыпаться ну зачем такое вот оставлять раз мы сели за верлок то давайте уже что здесь я бы вам рекомендовал может быть чуть-чуть подтягивать ткань встречи вая основная чтобы она такие как это растяжение вот 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 так же самое второй подборт а потом самом низу в самом конце когда вот эти вот все шовчики вот обметаны мы с вами обметаем низ вот эту тоже часть надо будет срезать вот и лишнее вот это все обметать нижнюю часть так что это на полчаса обметывания только мы продолжаем с того что вот мы полностью все обметали смотрите даже шов воротника я обметал в общем где везде была подкладка все все в металл даже шоу присоединение по низу подкладки подборт пройма надо обрезать или заправить а плечевые в общем я все 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 здесь обметала даже карманы и потому что я смотрела что еще чуть-чуть и начнет все распарываться ну то есть тут ну как то тут прострочено это дело все в общем ужасы так что нам нужно сделать сейчас приутюживать нашу подкладку которую мы обметали начинаем сначала приутюживать а потом заутюживать ну пока пар я не спешу ставить все посмотрим чтобы легче было заутюживать и более отработанные шовчики были можно чуть-чуть припарить или квачеком как вот я вам показывала квачеком мочить буквально то вот эти четыре шовчика рельефных то что получше смотрелось все подработание было бы что утюжить мы будем сейчас только вот эти вот рельефы рельефные швы которым и они ведут к низу и низ мы сейчас будем зашивать так а теперь берем нашу колодку сейчас я с изнанки буду заутюживать этаж эти шовчики посмотрим какую сторону они были видите вот к центру переда эта часть тут наоборот другую часть все сделано в общем заодно и к приутюжим подкладочку тут в одну и там другую сторону это производство куда повезло туда и делаем вот эту часть конечно помятость тоже надо же как-то нам с вами приутюжить вот такие движения можете там ногтями или пальцами чтобы вот так выкладывался шовчик ну естественно было бы очень хорошо если мы фиксировали все локтем но вот у меня далеко лежит я сейчас буду рукой это делать ну вот так все четыре вот этих рельефов но больше я вам пока не рекомендую ничего утюжить потому что ну тогда надо было полностью всю распарывать подкладку и полностью все заново делать с очень хорошим качеством но это дороже будет стоить так теперь я присоединила подкладку по низу наколола рельефы в ту сторону в которую они хотят смотреть потому что я сейчас отутюжу а после первой же стирки он все равно вот так ляжет как он хочет что здесь изначально я смотрю что все разутюживалась но вот после стирки видите какой результат особо не подлезешь разутюжить эти швы потом когда подкладка есть находите здесь центр по спинке тут центр очень хорошо виден были две застрочки этой складки вот тут центр совмещаем с центром спинки и дальше накалываем я видела что практически вот этот срез подкладки доходил до среза основного изделия естественно подкладки здесь чуть чуть больше стало но здесь смотрите еще какой эффект происходил видите вот потайная подшивка что с ней здесь происходит она практически уже здесь отсутствует она вырвалась потому что ткань стрейчевая видите вон как вот эта складка и не давала раскрыться видите вот я сейчас вот так чуть под растягиваю и вы видите как подкладка становится единым целым практически с верхом изделия вот сейчас по идее должно быть все хорошо вот я ее при посадила ну центры все нашли вот здесь например совпал шовчик по рельефу здесь здесь не было вам это центр и здесь чуть-чуть сместился потому что надо было при посаживать но это уже уже мелочи так вот это сейчас пока я вручную не подшиваем сейчас сострачиваем вот эту нижнюю часть вот эту вот строчку до со страчиваем ее где-то на сантиметр от среза делаем естественно закрепки и чуть-чуть тянем когда строчим чтобы распрямилась сама подкладка вот так вот вот и дальше будем уже подшивать низ сейчас покажу как начинаем с того что же все-таки пристроить сейчас эту подкладку по вниз будем строчить по подкладке единственно сейчас я буду смотреть какой длины стежок два с половиной или четверочку ставить здесь конечно производитель сделал на четверочки наверное все таки 3 миллиметра стежок вот я ставлю 3 миллиметра стежок так и чуть-чуть под растягиваем максимум на сантиметрик от верха идем почему максимум потому что что потом вдруг не тянула подкладка по низу по что я ее не перепроверяла надеюсь что как бы надеюсь доверяю производителю чуть-чуть подтягивается в дальнейшем это устранить вот это вот то самое ну что не будет рваться если вы будете растягивать не будет рваться хотя там и вручную подшивать не мы только сейчас будем закреплять шов к шву щас я покажу как в общем до конца строчите делаете закрепку перед тем как подшивать нам нужно с вами зафиксировать вниз вот особенно между вот этими рельефами очень хорошо закладывается вот видите пропечатывается вот это вот линия низа я сейчас буду закреплять же вот эти вот припуски какую сторону они тут ложатся чтобы не легче было найти я сначала вот прощупываю линию за утюжки низа вообще конечно это отдельно наметывается но я посмотрела что он очень хорошо здесь ложится что можно здесь и потом это делать вот как я сейчас это делаю тело между припусками я фиксирую линию за утюжки не за очень 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 хорошо здесь ложится и вот теперь между двумя булавками очень хорошо и ложится вот вот так вот фиксируем теперь вот эту булавку можно убрать то же самое в нужную сторону заворачиваем наш припуск и еще легче будет определиться куда и как его надо подшивать еще раз вот прощупала митянам там все заворачивается разные стороны да вот тут я предлагаю еще поближе поставить булавочку чтобы еще четче заколоть припуском у тебя прям чувствуется вот здесь на шве вот же этот шов как он должен ложиться на каждому швов оставляем булавочку здесь тоже чуть-чуть поближе и какую там сторону положили зафиксировали так эти тоже средние булавочки можно убирать здесь тоже и те как вот в эту сторону припуск загибаю вот видите я уже говорила что здесь бесполезно разутюживать он все равно будет слетать это надо изначально было продумывать какие-то сделочные строчки но это же ведь трикотаж только с цепным стежком здесь на самом деле вот эти рельефы прострочены цепным стежком а чё-то низ был не цепным прострочен и что самое ужасное здесь рукава прострочены одной строчкой и еще и не цепной то есть я буду еще у рукав основного и вот этого изделия он смотрите вам щупку переход сделал ужас даже закрепки так таковой нету чем я еще раз прострочу рукава ужас я вижу так такие нюансы мучок не прострочить но если получится конечно да они тут тоже вам строчили строчкой но может хотя бы до плечи подплечника вот эту часть уже подплечник уже не трогать так вот мы закрепили все опять рельефов вот эту часть мне некуда закреплять поэтому я ее не трогаю оставляю так берем иголку нитку и вот так вот начинаем отшивать ну чтоб тоже красиво было с узелком в данном случае и пришиваем припуск к припуску где-то на расстоянии 5 миллиметров от края и фиксируем можно двойной можно одинарной ниткой ведь я двойную взяла она у меня крутится так туда-сюда но главное чтобы насквозь не протыкали чтоб на лице не было видно что вы там подшивали припуск к припуску в принципе вот этого вот предостаточно это мы сейчас туда подошьем с вами вниз я рекомендую в конце всегда вот так вот дата прятать эту ниточку сразу ее вот так вот на голову не обрезайте куда-то всегда пропускайте и только потом обрезаем и еще рукав сейчас я вам покажу есть такая же катавасия тоже вам все поразит поразрывалась но вот этих хотя бы двух швах нужно зафиксировать и подшить меня здесь думаю смотрите здесь кусок подкладки в берете да вовнутрь вставляете как она ложится уже пытались делать разутюжку ну давайте в разутюжку значит раз этот шоу был разутюжку уже зафиксирован вот прощупываете чтобы вот это вот сгиб по низу рукава он соответствовал могут в общем тут даже и закалывать не надо вот мы сейчас просто возьмем будем фиксировать загибаете или заправляете низ оверлака которую мы сейчас сделали ну смысле кончик оверлака и то же самое подшиваем так она прочнее и наверняка а вот эта ручная подшивка и и конечно можно делать там по низу но обязательно с напуском тоже на моем канале есть видео как это делать но я сейчас посмотрю надо ли это делать что думаю что можно обойтись только вот этим вот подшиванием по припускам когда закрепляете протащили между внутри припуска и только потом обрезали то же самое мы делаем и на втором рукаве и на втором шве да вот здесь вот второй шовчик чувствуйте пальчиками если у вас ну чувствуете что что-то там не то то значит берите закалывайте сначала булавкой просматриваете или на лицо выворачиваете прометываете а потом вот так вот вручную подшиваете фиксируйте вот эти швы можно было конечно на это забить но зачем же 6 ему уже начали делать хорошо качественно все остальное ну естественно за это качество мы и денег возьмем побольше вы же сами определяете количество суммы ну количество денег которые вы возьмете за этот заказ но вы будете знать за что конечно об этом расскажете клиенту что вы то-то-то-то-то сделали а вы то-то-то то-то видимо вот ну и дальше потом расскажу что дальше стыке решила ну да строчить же вот эту вот пройму смотрите почему я не трогаю подплечник потому что основная строчка которая рвется это в районе проймы по спинке ну иногда подмышкой вот мы сейчас это и хоть как-то второй раз прострочим остается все тот же 3 миллиметра стежок намотали на пальчик и в данном случае без закрепки чтобы не было никаких ну естественно стежок стежок ничего там не стянуть например ну и чуть-чуть чуть-чуть под растягиваем ну рядышком там делаете строчку или вплотную на нее же здесь например мне надо подкорректировать эту строчку как каким-то на углом выпадым выпадом сделано было заходим вот от одной части подплечника до другой части подплечника лучше идти с этой стороны линии строчить если вдруг что мы можем чего-нибудь там лишнее не то что надо застрочить ну и без вот этих всех подокатников и синтепончиков хотя бы один раз назад мы сделала закрепку вот точно также мы делаем второй рукав перед тем как мы будем подшивать вот эту вот вешалочку ну как то что удерживает плечо к плечу подкладку основное изделие давайте что тут с этим вот чудом сделаем видите как она не будет закладывается тому вот так расправляем наш вот этот вот подплечник который должен быть жесткой формы он вообще непонятно в каком состоянии сейчас более или менее жесткая его подошью но только в районе плеча ведь я расправила чтобы тут под низу более или менее но все разложилось и конечно лучше с напуском это делать сейчас я посмотрю такими как воздушками такими будем делать видите не четко что может ему надо будет подвигаться а ему некуда будет двигаться и подальше его хватаете хоть как-то его зафиксировать что производитель здесь вообще решила ничего не фиксирует обычно фиксирует подплечник ужасного качества ну хотя бы вот так по крайней мере у нее заворачиваться не будет когда она будет его одевать будет того самого дискомфорта то же самое делаем на втором а потом будем прикреплять наши вешалочки или петелечки назовете так назовете тоже расправляете там все что-то я там две нитки тут в одну сделаем 2 тоже смотрите не насквозь а только припуск к припуску чуть-чуть до конца не затягиваем чтобы ну хоть как то что уж уж он так вот в лунда и цены понятно как под лазим за один миллиметр никогда не берите он вырвется чуть подальше где-то хотя бы на 05 как-то там просовывать сильно много растужен и над набираем и сейчас будем фиксировать вот видите она лицом к лицу ну грубо говоря то есть центр плеча с центом центром плеча и вот так вот можно вручную можно на машинке простричить удалю чуть чуть дальше сделаю можно светлую нитку брать для меня было все красной ниткой поэтому я тоже решила красной ниточкой сделать ну проимитируйте хоть как-то шовчик машинки мы сейчас заодно увидите так подшивку пришиваю и одну как бы и обметываю края вот эти вот же по них от не так сильно осыпались и протаскиваем это тот под шовчиками машину . я бы еще раз укрепила вот эту часть что где-то я там смотрел там вообще за одну ниточку что-то держится вообще непонятно как кому там держится вот кстати она есть зашел и там держится за какую ниточку ровно за один стежочек какой-то в общем сейчас поможем продержаться будем пришивать уже за подплечник кончик это будет заворачиваться сейчас мы усилим она тут просто как строчкой шва ну этого предостаточно то же самое делаем на втором рукаве и идем сейчас потрачивать средний шов на рукаве через то что мы выворачивали сейчас будем уже выворачивать вот я уже выверну смотрите как все хорошо не надо вот эту ничего приутюживать пускай просто она должна двигаться вверх вниз она будет играть так теперь нам остается с вами накладным швом вот как вот здесь одна заутюжина также мы сейчас будем и вторую также сама крепить накладным швом зашивать попытаемся как-то усредить сначала вот так прокатываем вот этот шовчик который до нас был будем прятать все оверлаки которые тут в металле что этот шов тоже надо было его еще чуть-чуть и она все бы посыпалась как-то усредняем пытаемся завернуть накалываем почаще и потом будем на 1 миллиметр от края сострачивать ну максимум там на 2 миллиметра если что будем делать закрепку в начале и в конце но естественно нитка в цвет не красный дальше фиксируем ну и пойдем на машинку я покажу как буду буду строчить заправили нитку в цвет вот наш ежик тут наколотый и начинаем сострачивать забегаем сюда хотите можете поставить со смещением помните вниз вот она сместилась уже на 2 миллиметра смотрите буду четкого тут по срезу пошел по сгибу ткани вернее правильно сказать но тоже можно оставить 3 миллиметра иногда 4 миллиметра стежок строчим делаем полноценную закрепку если будут мешать булавки будем их откалывать натягиваем и поехали на 1-2 миллиметра от края натяжением поставили булавку переместили на 1-2 миллиметра от края натяжения поставили булавки будем их откалывать и сюда все на жакете готов все был бы мой уже одела бы и пошла все теперь я спокойно за всю подкладку которая здесь что здесь и как здесь ну вот теперь можно спокойно и стирать и носить наслаждаться жизнью все до новых встреч